В этом регионе нашли больше всего хорошо сохранившихся останков древних животных – мамонтов, лошадей, пещерных львов. Интересно узнать, о каком регионе идет речь? Тогда обязательно смотрите это видео! А если досмотрите до конца, то узнаете о самой необычной находке палеонтологов за всю современную историю. Честно говоря, лично меня она очень удивила. Приятного просмотра! Останки этого животного находят практически повсеместно в Азии, Европе, Африке, Северной Америке и других регионах. Огромный слон с величественными бивнями и теплой шерстью – мамонт. Жил в эпоху плеоцена и голоцена, то есть примерно от 5 миллионов до 4,5 тысяч лет назад. Не так уж и давно, не правда ли? И если вы хотя бы немного знаете историю, то поймете, что человеку разумному, конечно же, удалось увидеть это существо вживую. И он даже запечатлел мамонта в наскальной живописи. Вот рисунки из пещеры Руфиньяк, которые оставлены примерно 12 тысяч лет назад до вымирания этих величественных животных. Но рисунки – это не все, что у нас осталось от тех времен. Есть еще и огромное количество гигантских костей. Это, например, кости колумбийского мамонта, родом прямо из Америки. Кстати, самого крупного представителя семейства. Это останки из Африки. Кажется, в этом регионе сохранились только зубы. По крайней мере, других картинок мне найти не удалось. А это мамонтенок Юка, родом из российской Сибири. Отлично сохранившийся экземпляр. Даже шерсть осталась. Останки этого двухметрового детеныша были обнаружены совершенно случайно, в августе 2010 года в Якутии. Возраст мамонтенка оценивается примерно в 39 тысяч лет. Исследователи считают, что Юку убили люди, потому что на его туши есть ровные разрезы, а часть мяса изъята. Это первый найденный экземпляр, который демонстрирует свидетельство взаимодействия мамонтов с людьми. Вы, кстати, задавались когда-нибудь вопросом, почему мамонты вымерли, а слоны нет? Неужели во всем виноват человек? Странно, не правда ли? Как человек мог уничтожить такую огромную популяцию крупных млекопитающих? Да еще в те времена, без огнестрельного оружия, против таких-то бивней. Мне сложно представить. Кроме мамонтов на нашей планете существовали и другие животные с огромными острыми костными образованиями. Единороги. Но не такие, конечно, а сибирские. Элосматерии. Доисторические, непорнокопытные родственники современным носорогам, обитавшие некогда на обширных пространствах Восточной Европы и Западной Сибири. Откуда ученым это известно? Они, конечно же, обнаружили останки. Впервые это произошло еще в начале 20 века. Якутские школьники нашли странный зуб древнего существа и отнесли его в музей. Потом еще один. И еще. А потом целый скелет. Эта находка вызвала среди ученых настоящий шок. Ведь существо не было похоже на какое-либо другое, найденное ранее, и по некоторым данным имело широкий череп с одним гигантским рогом. Примерно таким. Да. Полутораметровым. Это, кстати, реконструкция сибирского единорога из Ставропольского палеонтологического музея, который находится в России. Там же хранятся и кости. Останки, если что, находили не один раз. Например, самая свежая находка принадлежит простому парню из холодной Якутии – Александру. В сентябре 2014 года при обходе охотничьего участка он заметил высоко на леднике шкуру. Подумал, что та принадлежит оленю. Но ошибся. Спустя несколько дней, когда лед растаял и шкура упала с высоты ледника, Александр сразу осмотрел находку и понял, что она принадлежит носорогу. Это открытие позволило ученым конкретизировать внешний вид животного. Теперь существует мнение, что сибирский носорог имел рог поскромнее, не такой, каким его изображали на первых реконструкциях. Как вы уже могли понять, именно Сибирь, включая Якутию, считается регионом, в котором находят самое большое количество хорошо сохранившихся останков древних животных. Думаю, это может быть связано с климатом этого места. Экстремально низкие температуры, вечная мерзлота. Такие условия отлично способствуют сохранению останков, предотвращая их разложение. Причем эти находки обычно случайны. Специалисты говорят, ни одна известная находка не была обнаружена в ходе специально запланированных научных исследований. Это дело великой удачи. Этот факт делает такие открытия еще более удивительными. Что же еще удалось обнаружить в Сибири? Например, пещерного львенка. Вы скажете, а что тут удивительного? Про львов и так все знают. Действительно, уже почти 200 лет ученым попадаются черепа, челюсти, неполные части скелета пещерных львов. А здесь же целые пушки, включая шерсть. Разве не удивительная находка? Двум детенышам, которые были названы Дина и Уян, исполнилась едва ли неделя от рождения, когда они умерли. Эксперты полагают, что их логово накрыло оползнем, а отсутствие воздуха привело к тому, что их тела так хорошо сохранились. А в 2018 году в той же Якутии золотоискатели, работающие вдоль русла реки Индигирка, обнаружили еще кое-что неожиданное. Из замерзшей земли торчало нечто, похожее на лапы и хвост. Рабочие сразу же позвонили властям, чтобы те прислали ученых, которые смогли бы идентифицировать останки. Выяснилось, что конечности принадлежат лошади Поржевальского. Ага, лошади. Вы скажете, да я лошадь уже миллион раз в жизни видел. Но уж точно не такую. Во-первых, это единственный сохранившийся вид диких лошадей в природе. Во-вторых, сейчас они живут только в Монголии, а раньше имели гораздо больше ареал обитания. Поэтому эта находка и удивительна. Это настоящая древняя лошадь, проживающая тысячи лет назад на этих землях. А если быть точнее, то 35-40 тысяч лет назад. Положение, в котором находился пони на момент его обнаружения, говорит о том, что умер он быстро, предположительно от падения и застревания в болоте. В его желудке нашли много грязи и ила, которых он наглотался перед смертью. А также различные травы и растения, которые росли в этом регионе тысячи лет назад. Смесь быстро замерзла, поэтому тело хорошо сохранилось. Все это дает нам представление о флоре региона в те времена и о том, чем питались эти древние лошади. Кроме того, гниение практически не коснулось внутренних органов. Мягкие ткани были красноватого цвета, а на голове, ногах и части туловища оставалась черная шерсть. И самое поразительное, что из сосудов сердца ученым удалось извлечь образцы жидкой крови. Они надеются выделить из них жизнеспособные клетки, которые можно было бы использовать для расшифровки генома и клонирования вымершего вида. Ладно, переместимся, наконец, в другое место, подальше от Сибири. В 2000 году в археологических раскопках вблизи немецкого города Дармштадт были обнаружены необычные останки. Существо внешне напоминало лошадь, но все-таки имело значительное различие с ней. Отличался череп и ноги. Странным было и внутреннее костное содержимое. Костей было слишком много, в том числе наблюдались какие-то мелкие экземпляры, совсем не характерные для взрослых особей. Наконец, ученые выяснили, что скелет принадлежал древней кобыле и ее нерожденному жеребенку. И если вы вдруг, услышав эти слова, представили себе самую обыкновенную лошадь, спешу вас удивить, это существо выглядело совсем иначе. По четыре пальца на каждой передней и по три на каждой задней лапах вместо копыт и размер примерно в 10 раз меньше. Древний предок лошадей был ростом современного фокстерьера. Кстати, находке чуть более 48 миллионов лет. Здорово, не правда ли? До чего же дошла наука и как удивительно природа. Ведь это именно она сохранила кости такого древнего существа. В 1986 году команда исследователей, изучавшая пещеры горы Оуэн в Новой Зеландии, нашла необычную огромную лапу. Вот такую. Когда я смотрю на нее, мне сразу вспоминаются всякие ужастики. Кажется, будто это лапа какого-то монстра. Конечно, я не прав. Неправы были и ученые, когда приняли эту находку за останки динозавра. Оказалось, лапа принадлежит птице-муа. Птице, которая вымерла примерно в 1500 году по вине человека. Гигантские муа были просто огромные. Они достигали 3,5 метров в высоту и весили при этом около 250 килограммов. На момент их существования это самые крупные птицы на Земле, доминирующие травоядные Новой Зеландии. Они питались в основном фруктами, корешками, побегами и листьями. А также иногда глотали камешки, чтобы перетирать все это в желудке. Кстати, хоть муаи птицы, но летать они совсем не умели. У них даже не было крыльев. Тем не менее, это совсем не мешало им жить и процветать. Вплоть до 13 века, когда на эту землю прибыли полинезийцы. Они стали охотиться на хоть и большую, но очень уязвимую птичку. Ведь в ней так много вкусного мяса. В конце концов, из-за чрезмерной охоты муа исчезли около 500 лет назад. Кстати, найденному когтю совсем не 500 лет, а целых 3,5 тысячи. Археологи были удивлены, когда коготь оказался практически не поврежден. На нем сохранились даже мышцы и кожа. Интересно, почему так случилось и почему тогда не сохранились другие когти? А следующая находка поразит всех инсектофобов. То есть людей, которые боятся насекомых. Представьте, вы идете по лесу и вдруг видите муравья размером с птицу. Вы скажете «невозможно», а я скажу «еще как возможно». Но только не в наше время, а 50 миллионов лет назад. В эпоху Эоцена гигантские насекомые были реальностью. И подтверждение этому факту совсем недавно обнаружили американские ученые. Эта окаменелость говорит о том, что в те времена муравьи были по-настоящему массивными. Самые крупные особи могли иметь длину тела около 5 сантиметров, а размах крыльев – до 16. Жутко, не правда ли? Считается, что в те времена климат на планете был более благоприятным, тёплым, в среднем теплее на 10 градусов Цельсия. Всюду росли пышные леса, туда-сюда шныряли различные жучки, ящерицы. В общем, отличная атмосфера для хорошей жизни. Потом же глобальная температура начала охлаждаться, и многие существа, в том числе насекомые, стали испытывать трудности. И в конце концов полностью вымерли. И я думаю это даже к счастью, я бы не хотел встретиться с таким муравьём лицом к лицу. Кстати, вот фото самой крупной из когда-либо найденных особей. Это самка древних муравьёв родом из Германии, не из Америки, так что существовали эти гигантские насекомые не только на одном континенте. Ладно, почему мы всё о наземных да о наземных? Давайте, наконец, взглянем под воду, на глубину. Ведь там и в наше время можно найти много чего удивительного. Что уж говорить об останках древних существ. Например, всего лишь каких-то 70-66 миллионов лет назад мировым океаном заправляла кровожадная хищная ящерица длиной с трёхэтажный дом. Мазазавр, так её звали. Вам наверняка трудно это представить, но я сейчас покажу. Вот останки самого крупного из найденных монстров. А это его впечатляющие зубы. Фото вблизи. Размер этого скелета, найденного всего несколько лет назад британским палеонтологом Ником Лонгридж, впечатляет. Череп полтора метра в длину, тело более девяти. Конечно, он уступает современным синим китам, которые могут быть и 30 метров в длину. Тем не менее, внешний вид мазазавра пугает. Это какой-то гигантский подводный крокодил. Вы так не думаете? А это другой крупный хищник тех времён. Мегалодон. Гигантская вымершая акула. Учёные не знают точные цифры её размеров. Кто-то говорит, что она была довольно толстенькой. Длиной до 15 метров. Другие убеждены, что эта акула была тонкой и очень длинной. До 30 метров и более. Наверняка ясно лишь одно. Мегалодон имел огромные острые зубы в несколько рядов. Посмотрите сами. Этот зуб достигает 10 сантиметров. Этот – 18. И у акулы таких 250 штук. Вот так выглядит человек рядом с полной челюстью. Кстати, я нашёл в интернете сайт, на котором вы можете приобрести себе несколько таких зубов. В том числе в идеальном состоянии. Думаю, вы без труда нагуглите его. Цены варьируются от 20 до 500 тысяч рублей. Вам, наверное, как и мне, интересно, а как такие гиганты вымерли? Причины гибели мегалодонов не до конца ясны. Тем не менее, существует несколько гипотез на этот счёт. Первое – изменение климата повлияло на доступность пищи. И второе – эти акулы не смогли конкурировать с другими подводными хищниками. Ведь существовали рыбы и покрупнее. Смотрите, это палеозавр. А это изображение лохнесского чудовища. Давайте ещё раз. Палеозавр – лохнесское чудовище. Я же не один вижу, что они очень похожи друг на друга. Ладно, давайте по порядку. Палеозавры – это древнейшие морские рептилии, которые являются, пожалуй, наиболее хорошо изученными доисторическими видами на данный момент времени. Потому что было найдено очень много скелетов этих животных. Сотни различных останков в разных частях планеты. В Америке, Европе, Азии, на островах Тихого океана. Палеозавр – крупный морской хищник, родом из позднего милового периода. То есть проживал он примерно от 227 до 66 миллионов лет назад. Но почему же тогда людям всё ещё удается найти хорошо сохранившиеся до наших дней останки этого существа? Например, 1977 год принёс для криптозоологов очень интересный сюрприз. Неподалёку от Новой Зеландии японский траулер выловил огромную разлагающуюся тушу. Ничего она вам не напоминает? А эта находка сделана жителями Шотландии, живущими неподалёку от всемирно известного озера. Обглоданная туша, от которой остались лишь скреплённые связками скелет и немного внутренностей. Если сложить один плюс один, то может сложиться мнение, будто в озере Лохнесс всё ещё обитают древние подводные хищники-полиозавры. И это именно они пугают туристов и жителей городка и становятся легендами мифов и историй. Но всё это, конечно, лишь теории заговоров и мифы. Правду мы вряд ли узнаем, по крайней мере в ближайшее время уж точно. Вот такие необычные существа населяли когда-то нашу планету. Кто знает, может, совсем скоро нас ждёт больше интересных открытий в Сибири или же в любой другой точке мира. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!